Сухуми прошел круглый стол на тему Абхазия 2020. 20 пошаговых действий по выходу из кризиса. Мероприятие организовано Центром социально-экономических исследований Абхазии. Во встрече приняли участие ученые, политики и общественные деятели. Репортаж Гугу Цивардания. Социально-экономическая система Абхазии, формировавшаяся на протяжении последних десятилетий, пребывает в состоянии системного кризиса. А продолжительно-трансформационный процесс в условиях отсутствия эффективной государственной политики вызывает большие изменения во всех сферах жизни общества, считают эксперты. В подтверждение этому они приводят факторы, сдерживающие экономический рост страны. Мы разделили эти факторы на две группы – внешние и внутренние. К внешним мы отнесли частичное признание мировым сообществом государственного суверенитета Абхазии, политическую неурегулированность взаимоотношений Абхазии и Грузии, культурную экспансию и, как следствие, потерю социокультурной идентичности этноса, продовольственную и финансовую зависимость республики. Внутренние факторы – это демографический кризис, низкий уровень занятости, дифференциация доходов населения и, как следствие, имущественное расслоение общества. Приоритетные отрасли экономики не занимают лидирующих позиций в отраслевой структуре ВВП. Чтобы республика смогла развиваться, стране необходимо ответить на вопросы кризиса. И таким ответом, по мнению ученых, может стать переход к новой социальной практике, предполагающей реформирование общества, в первую очередь системы власти и управления. Парламент избирает из своего состава президента и председателя Совета министров. После избрания их одного президентом, а другого председателем, естественно, парламент проводит дополнительные новые выборы в тех избирательных округах, откуда они были избраны. Самое главное здесь не только сокращение числа выборов, которые мы проводим в течение пяти лет. Мы можем этим самым в течение пяти лет один раз проводить выборы, как выборы в парламенте и выборы местных органов самоуправления. По словам ученого, к великому сожалению, кризис в нашей стране признают не все, и поэтому бороться с ним сложно, потому что многие приспособились к сложившимся реалиям и не хотят ничего менять. Из этой психологии мы никак выбраться пока еще, к великому сожалению, не можем. Для выхода из кризиса необходимо развивать сельское хозяйство. Участники круглого стола отмечают, что в нашей стране есть все для этого. Трудовые ресурсы, плодородная земля. Работа в этом направлении, по мнению ученых, должна быть организована двумя способами. Мы специалисты сельского хозяйства предлагаем два способа возрождения Абхазского села. Первый способ – это создание, развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств. На основе развития личных подсобных хозяйств, на основе создания крестьянских фермерских хозяйств можно выйти на создание кооперативов. На эффективное и стабильное развитие национальной экономики сильно влияет теневой сектор, доля которого, по мнению участников круглого стола, велика. В последнее время в республике сформировалась масштабная система теневой экономики, которая требует активных и эффективных мер противодействия со стороны государственных органов власти и управления. По экспертным оценкам, объем теневой экономики в нашей республике составляет около 50-55% ВВП, что затрудняет оценку состояния и прогнозирования происходящих социально-экономических процессов, а также снижает эффективность системы госрегулирования экономики, порождает и питает коррупцию и негативно влияет на имидж государства. В работе круглого стола также принял участие Скальбия Джигириев. Выслушав предлагаемые учеными пути выхода Абхазии системного кризиса, председатель республиканского адыгейского общественного движения старейшины Адыги выразил свое мнение по этому поводу. Если вы думаете, что вы перейдете в парламентскую республику, все будет хорошо, то это глубоко ошибочное мнение. Если вы думаете, что Конституция Российской Федерации уникальна, то это глубоко ошибочное мнение. 73% в Конституции России формируют политические темы, начиная с первой статьи. И поэтому политическая доминанта глушит все остальное. Но ввиду того, что 100 миллиардов более объявились, они вросли в эту систему, сформировали целую систему офшорократии. И меня удивляет мнение философов, политологов, социологов, которые говорят, парламентская система, когда мы будем провозглашать выход на голосование 25%, и у нас состоится народная какая-то республика. В завершении круглого стола участниками мероприятия было принято заявление о рекомендации, в котором обозначены главные шаги по выходу из затянувшегося в стране кризиса. Документ будет направлен на рассмотрение вновь избранному президенту Абхазии. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии не подтвердили информацию о том, что в Москве задержан бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба. Ранее ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовала сообщение, что Тимур Бганба, подозреваемый в превышении должностных полномочий, был задержан на Петровском бульваре 13 февраля. Генпрокуратура Абхазии отправила в Москву соответствующий запрос, но ответа пока не последовало. В Министерстве юстиции Абхазии зарегистрирована политическая партия Айтейра. Ранее в соответствии с законом был проведен учредительный съезд и проведены региональные конференции. Председателем партии избран Леонид Лакербая. В Общественной палате Республики Абхазия прошли выборы 11 представителей от политических партий и общественных организаций. По результатам выборов в состав Общественной палаты вошли Рисмак Аджинджел, Али Аншба, Надежда Венедиктова, Беслан Жопу, Роман Кочарава, Татьяна Качи, Абесолом Кварча, Людмила Лолуа, Тимур Пипия, Юрий Попков и Зольда Хагба. Таким образом, состав Общественной палаты сформирован полностью. В Ачамчире прошла встреча действительного государственного советника Российской Федерации Инала Ардзенба с молодежью и учителями Ачамчирского района. Инал Ардзенба рассказал о конкурсе молодых лидеров «Гордость Абхазии», который стартует весной этого года. Масштабный общенациональный конкурс молодых лидеров пройдет на базе социальной платформы «Будущее Абхазии», которую возглавляет сам Инал Ардзенба. В рамках состоявшейся встречи молодые люди активно задавали вопросы по поводу конкурса и делились своими проблемами. Очень полезная встреча. Я исхожу из того, что мы обсуждаем план действий, хотим добиться реального результата. Только что мы были в Галле. И я исхожу из того, что такие рабочие встречи в таком, может быть, нерасширенном составе нужно проводить для того, чтобы эффективно организовать ту задумку, которую мы придумали и которую мы хотим реализовать. Она заключается в том, чтобы помочь нашей молодежи, чтобы молодежь развивалась на разных направлениях. На направлении государственного управления и на направлении предпринимательства. Чтобы у всех была возможность реализоваться и чтобы наша страна двигалась вперед. С 13 по 23 февраля в Сочи проходит Международный фестиваль искусств Юрия Башмета, в котором примет участие и хоровая капелла Абхазии. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций капеллы. Как абхазские артисты готовятся к ответственному выступлению, расскажет наш корреспондент Алика Трапш. Впервые Абхазская государственная хоровая капелла примет участие в 13-м международном фестивале искусств Юрия Башмета, который проходит в эти дни в Сочи. Абхазские артисты вместе с российскими коллегами исполнят хоровую оперу Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе». Приглашение на участие в фестивале Абхазская капелла получила от организаторов. Они же и предложили спеть хоровую оперу. «Сказ о Борисе и Глебе» довольно сложное произведение, и поэтому руководству государственной капеллы было непросто принять приглашение. Однако после первой же репетиции стало ясно, что отказываться от возможности участия в фестивале не стоит. Чтобы подготовить артистов специально по приглашению директора капеллы Нодара Чамба, в Сухом приехал художественный руководитель и дирижер камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев. Основной персонаж этой оперы – это хор. И в составе смешанного хора мы пригласили участвовать несколько хоровых коллективов. Это камерный хор Московской консерватории, это тульский государственный хор и муниципальный камерный хор Нижний Новгород. Нам пришла идея усилить состав исполнителей этого сочинения – государственной хоровой капеллы Республики Абхазия. И вот сегодня я провожу уже третью репетицию с капеллой для того, чтобы тоже привести музыкантов к единому знаменателю, к тому, что уже было сделано в Москве на сводных репетициях. И есть ощущение, что капелла органично вольется в общий состав исполнителей. Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета по праву считается одним из самых главных культурных событий России. В программе фестиваля академическая народная музыка, джаз, арт, драма, опера, образовательные проекты. И участие в ней абхазской хоровой капеллы – очень значимое событие. Это какой-то рубеж для творчества капеллы, потому что вот такого масштаба, тем более современной музыки, это, во-первых, не каждый хор берется за такое сочинение. И я очень рад, что наша капелла отнеслась к этому очень серьезно, творчески. Очень большую работу провела Нора Геродовна, джинджел, художественный руководитель и главный дирижер нашей капеллы. И певцы очень ответственно отнеслись и выучили вот такую очень сложную партитуру. На фестивале в Сочи в составе абхазской капеллы будет петь и студент первого курса дирижерского факультета Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. Я участвовал в этой опере уже 7 числа в Москве. Была первая премьера. Участвовать нелегко. Помимо пения нужно осмыслить эту оперу. И так как тут действительно главным элементом в опере является хор. И я очень рад тому, что я участвую в качестве артиста хора. Представляю в данном случае два коллектива капеллы в Абхазии и также камерный хор Московской консерватории. И я даже горжусь. Спасибо большое. Абхазское государственное хоровое капелла выступит на международном фестивале искусств Юрия Башмета уже в понедельник, 17 февраля, в Зимнем театре города Сочи. Аля Катраб, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. С 1 января по 10 февраля в Абхазии отдохнули 17 тысяч туристов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года заполняемость отеля увеличилась в полтора раза. По мнению зампредседателя Госкомитета по курортам и туризму Астамура Барцыц, этому способствовали хорошие погодные условия, отсутствие снега на зарубежных курортах и правильная маркетинговая стратегия отельеров. Наибольшим спросом пользовались однодневные экскурсии. В январе и первой половине февраля Абхазию посетили 12 тысяч таких туристов. 5 тысяч отдыхающих приехали на более продолжительный период. В новогодние праздники больше всего туристов отдохнули в Западной Абхазии. Самыми популярными местами посещения традиционно были Рицинский национальный реликтовый парк, Новоафонская пещера, Сухунский ботанический сад и обезьянный питомник. Рицу в январе посетили 11 тысяч 325 человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Государственный комитет по курортам и туризму Республики Абхазия просит всех гостей страны быть бдительными в связи с тем, что в ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов было выявлено 5 мошеннических сайтов, предлагающих путевки в Абхазию. Убедительная просьба сверять информацию с официальными данными Госкомитета Республики по курортам и туризму или обращаться по номеру горячей линии. Общее количество посетивших нашу Республику с целью отдыха, то есть которые проживали в домах, отдыхах, пансионатах, гостиницах и с однодневными экскурсиями составило около 17 тысяч человек, что на самом деле не маленькая цифра для нашей Республики за новогодние праздники. Больше всего посетило Рицинский национальный реликтовый парк. По сравнению с прошлым годом в два раза больше. В прошлом году за новогодние праздники 2019 года его посетило около 6 тысяч человек, а в этом году около 11 тысяч человек. Новоафонская пещера – такие же показатели, как и в прошлом году. Но нас удивило, что в этом году вдвое больше людей приехало в нашу столицу. Так, по показателям ботанического сада и обезьяньего питомника. После Нового года стартуют продажи, предварительные, то есть ранее бронирование. Когда люди бронируют через туроператора, туроператор несет полностью ответственность за весь турпакет. Но зачастую, как практика показывает, люди напрямую начинают бронировать свой отдых проживания в отелях, в домоходах, в пансионатах. В этот момент в игру вступают мошенники. Они создают липовые сайты под тот или иной объект. В ходе мониторинга интернет-пространства нами было выявлено около пяти липовых сайтов. Данная информация передана в профильное ведомство для дальнейшего разбирательства. Также хотелось бы, чтобы наши граждане, туристы, которые собираются к нам на отдых, были намного бдительнее. Для этого у нас есть официальный сайт Министерства по курортам и туризму, где есть достоверная информация. Также есть телефон горячей линии. Любой гражданин Российской Федерации может дозвониться бесплатно и получить достоверную информацию. В феврале на территории Абхазии установилась по-настоящему зимняя погода. В горах и предгорьях выпал снег и даже замерзли некоторые реки, озера и водопады. Как переносит холода, флора и фауна Абхазии и какой будет погода в оставшиеся зимние дни, выясняли наши корреспонденты. Слово Гугуцевардания. Суровой зимы не будет. Еще до начала этого года метеорологи Абхазии сделали свой прогноз, несмотря на то, что столбики термометров в первые дни февраля опускались до минус 3-4 градусов. По словам специалистов, в этом году в республике все же теплая зима. А такая минусовая температура считается нормой. Три дня в феврале – это непродолжительные морозы. Бывают 12-16 дней подряд в месяц. А если мы возьмем такой год, как 92-й год, 93-й, прошлого века, во время войны, так там в декабре снег начался и прекратился только в конце. Дети не могли идти в школу. Морозы были. И снег большой выпал. И минус 9 градусов наблюдалось на побережье. Снег, замерзшие реки, водопады и озера в предгорьях и горах – вполне естественное явление для Абхазии в это время года, так как температура в этой местности зимой намного ниже. Климатические условия также зависят от рельефа участка. Мы, когда даем эти температуры, учитываем шкалу. На каждые 100 метров на территории Абхазии температура понижается на 0,6 градусов. И вот мы, учитывая, вот такая температура будет положительная здесь на берегу, потом высоту учитываем и составляем. Мы давали минусовые температуры уже давно на латах, дальше будут что-то в Туарчале, Аибга. Это не побережье. Это уже другая температура. Я еще раз повторяю, это зависит от рельефа и ветров. Как отмечают ученые, начиная с 1994 года в Абхазии наблюдается резкое потепление. А за последние годы температура в приближных зонах не опускалась ниже нуля градусов. Морозы, конечно же, бывают, но не часто. Примерно в 25-30 лет один раз бывает такой заток холода, когда морозы прорываются с сибирские морозы, с северо-востока к нам и понижают температуру. Поэтому здесь ничего удивительного нет. И водопады замерзают, и рица тоже льдом покрываются. Но здесь пока что, наверное, ничего такого страшного для человека и для окружающей среды нет. Многие надеются, что такое понижение температуры будет способствовать сокращению популяции сельхозвредителей. Как говорят специалисты, резкие перепады температуры, конечно же, влияют на состояние живых организмов, в том числе на здоровье человека. Но что касается вредителей, то они способны пережить даже более холодную погоду. К сожалению, хочу отметить, ни самшитовая огневка, ни клоп мраморный, ни пальмовый долгоносик, им эта температура не вредит совершенно. Если говорить о самшитовой огневке, то она выдерживает минус 18 градусов. По прогнозам специалистов, на протяжении последующих 5-8 лет особых изменений в климате страны не произойдет. А что касается этой зимы, то, скорее всего, снега и минусовой температуры больше не будет. Кугуца в Ордании, Налу Гухава, Абхазское телевидение. Мы продолжаем прямые эфиры с участием политиков, общественных деятелей и экспертов. Сразу после информационного выпуска Амши Экшара смотрите прямой эфир с участием вице-премьера, министра экономики Адгура Ардзенба. А сейчас информация на выходные. По информации гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков, в воскресенье местами возможен слабый дождь. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днем плюс 6, 11. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова